Снег и лед по сложившихся хибинок традиции на неделю станет материалом для неповторимых скульптур. В районе профилактория Терва стартовал фестиваль «Снеголет», который ежегодно собирает мастеров со всей России и зарубежья. Как этим объединит огромные снежные фигуры в этом году, знает Ольга Батурина. Каждый год ценителей хрупких снежных скульптур ждет что-то новенькое. В этом сезоне организаторы могут похвастаться тем, что хибинский фестиваль «Снеголет» вошел во всероссийский календарь праздников 2016 года. Еще одно открытие – впервые среди участников дети. Творческие люди из Краснодара к нам приехали со своими детьми. И они часто ездят по фестивалям с детьми. И в этом году мы решили сделать еще два куба дополнительных для деток. Деткам 12 лет и они полноценно хотят работать и сделать скульптуру. Заданная тема 80-летия «Союзмультфильма» как ни одна другая близка именно детям. Самое главное – продумать концепцию. Хочется сделать ближе к «Ну погоди» что-то. Мой любимый мультик. Алексей, как и его землячка Лиза, со снегом работает не впервые. А вот заснеженные хибины родители их привезли в первый раз. Холодно и я такого количества снега никогда не видела, потому что у нас в Краснодаре тепло. Но очень здесь нравится, красиво. Вот. И холодно. Лиза собирается сделать одного из персонажей Маугли. Нам придется подождать, чтобы узнать, кто именно. Дети-скульпторы, как и их родители, тайн не раскрывают. А еще ребята философски относятся к столь временным фигурам из снега. Жалко свою работу, но ты понимаешь, что в следующем году приедешь и что-то сделаешь еще, может быть, даже еще лучше. К концу этой недели снежные кубы скульпторов из самых разных уголков страны превратятся в персонажей всеми любимых мультиков. Посмотреть как на процесс, так и на итог могут все желающие. А в субботу, по традиции, в центре Кировска состоится самое зрелищное шоу зимы – «Бешеная пила», где мастера за полтора часа из глыб льда создадут изящные скульптуры.